Атаваихсан представляет что однажды, когда пришли к нему несколько землепашцев Египта с жалобой «Мы сели хлопок, и в необычное время пошли дожди, и хлопок погиб». Он ответил, «Нужно было посеять шерсть. Если бы знание увеличивало хлеб насущный, то беднее невежды никого бы не было, но невежды получают столько хлеба насущного, что умный человек поражается тому. Счастье и удача даются не по знанию, не достаются они иначе, как по небесному предопределению. Случается часто в мире, что глупец в почете, а умный в унижении. Алхимик умирает в горе и муке, дурак находит в развалинах сокровищницу». Спросили Искандара Руми, «Чем взял ты все страны Запада и Востока? Ведь у прежних царей богатства и войска было больше твоего, но никому не досталась такая победа». Ответил он, «Не обижал я подданных и не поминал, кроме как добром, имена падишахов тех стран, которые брал при помощи Господа славного и великого. Люди умные не назовут великим того, кто поминает злом имена великих. «Все то ничто, что приходящее, и престол, и благополучие, и сила веления, и запрета, и власть. Не оскорбляй доброе имя ушедших, чтобы осталось твое имя добрым в веках». Некий вельможа спросил у набожного человека, «Что скажешь о таком-то отшельнике, о котором другие говорят с порицанием?» Ответил он, «Снаружи не вижу в нем недостатков, а что внутри сокрыто, не знаю. Кого увидишь ты в одежде набожного человека, считай его праведным и добродетельным, если даже не знаешь, что у него на душе. Какое дело Мухтасибу, что происходит внутри дома? Видел я одного дервиша, который, припав к порогу Каабы, говорил, «О великодушный, о милосердный Боже, ты знаешь, чего можно ожидать от меня темного невежды. Просил я прощения за нерадивость в услужении тебе, ибо недостоин я благосклонности за свое смирение. Грешники каются в своих грехах, благочестивые просят прощения за недостойное служение. Бывает, что благочестивые просят награду за свое послушание, словно купцы стоимость своих товаров. Я же принес тебе не смирение свое, а лишь надежду, и пришел я просить милостыню, а не торговать. Поступай со мной сообразно со своим достоинством. Казнишь ли меня, отпустишь ли мне грехи, простираюсь я ниц перед твоим порогом. У раба не бывает своей воли, и послушан я любой твоей воли. Видел я у порога Каабы просителя, который повторял, горько рыдая, «Не говорю я, прими мои молитвы, а прошу, перечеркни мой грех пером прощения». Абдал Кадыра Геллани, да помилует его Аллах, видели в храме Каабы, как он, припав лицом к земле, говорил, «Господи, прости меня, но если мне все-таки суждено нести наказание, то воскреси меня слепым в день света представления, чтобы не было мне стыдно перед лицом праведных». Упав лицом во прах смирения, каждое утро, когда веет ветерок, я говорю, «О ты, кого я никогда не забуду, вспомнишь ли когда-нибудь о твоем рабе?» Забрался вор в дом праведника, но сколько не искал, ничего не нашел и опечалился. Увидев это, праведник подбросил вору ковер, на котором сам спал, чтобы тот не ушел с пустыми руками. «Слышал я, что люди Божьего пути не огорчают даже своих врагов. Когда же достигнешь ты такого совершенства, если сейчас и с друзьями своими враждуешь и ссоришься?» Расположение праведников к людям одинаково, что в глаза, что за глаза, но не злословят они у тебя за спиной, обещая умереть за тебя в твоем присутствии. «Перед тобой словно невинная овечка, а за спиной словно волк-людоед. Всякий, кто перед тобою подсчитывает чужие грехи и поносит других, без сомнения перед другими поносит тебя». Несколько странников совершили вместе путешествие и делили заботы и радости. Хотел я присоединиться к ним, они не согласились. «Я сказал, не пристало великодушию благородных людей отворачиваться от общества бедняков и отказывать им в добрых услугах. Я вижу в себе достаточно силы и расторопности, чтобы быть для людей другом услужливым, а не грузом, отягощающим душу. Хотя я не поеду на коне, но постараюсь нести за вами чепраги». Один из них молвил, «Слова, которые ты слышишь, пусть не огорчают тебя, ведь на этих днях один вор, представ в обличии дервиша, нанизал себя на нитку нашего общества. Как знать людям, кто скрывается под платьем? Только писавший знает о том, что в письме. Поскольку дервишам присущ душевный мир, не заподозрили его и приняли в друзья. И этого довольно, когда лицо обращено к народу. Усердствуй в добрых делах, а носи, что хочешь. Хоть корову возлагай на голову, а на плечо – знамя. Отречение от мира, от плоти и страсти – вот в чем благочестие. А не только в отказе от богатого платья. Доспехи должен носить мужчина. Какая польза в оружии на трусе? Итак, шли мы однажды до вечера, и ночью легли спать у стен одного замка. Бессовестный вор взял кувшин для омовения одного из товарищей, сказав, «Я иду совершать омовение». А шел он воровать. Скрывшись из виду дервишей, пробрался он в замок и стащил шкатулку. До того, как наступил день, этот злоумышленник отошел уже на значительное расстояние от того места, а невинные товарищи его спали. Утром загнали всех нас в замок и бросили в темницу. Отказались мы с того дня от общества незнакомых и встали на путь уведенения, ибо спокойствие в одиночестве. Если в племени один кто-нибудь совершит пакость, то все, и малые, и великие, лишатся там уважения. Ты разве не слыхал, что одна корова на пастбище может запачкать всех коров деревни? Сказал я, «Слава и благодарность Господу, что не лишился я благословения дервишей, хотя внешне и остался вдали от их общества. Извлек я большую пользу из вашего рассказа, и пригодится на всю жизнь этот совет мне и мне подобным». Одним неотесанным в обществе обижено сердце многих разумных. Если наполните пруд розовой водой, собака, упав туда, превратит его в помойную яму. Подвижник был в гостях у Падишаха. Когда сел за еду, съел он меньше, чем хотел, а когда встали совершать намаз, молился дольше, чем обычно, чтобы возвысить их мнение о своем благочестии. «Боюсь, о бедуин, не доберешься ты до Каабы, ведь путь, которым ты идешь, лежит в Туркестан». Когда он вернулся домой, потребовал накрыть стол, чтобы поесть. «Был у него проницательный сын». И спросил его, «Отец, а в гостях у султана ты разве ничего не ел?» Отец сказал, «В их присутствии не съел я ничего существенного». Сын сказал, «Тогда сызного и молись, ведь и молитвой той не сделал ты ничего существенного». Ты держишь свои достоинства на ладони, а недостатки прячешь под мышкой. Что же ты сможешь купить, о ослепленный, в день несчастья за фальшивую монету? Помню я, в дни моего детства был я очень набожным, молился по ночам, предавался посту и воздержанию. Однажды ночью я сидел с отцом, да помилует его Аллах, и, не смыкая глаз, всю ночь держал в объятиях священное писание, а вокруг нас народ крепко спал, сказал я отцу. «Ни один из них головы не поднимет, чтобы совершить двойную молитву, лежат как мертвые, так глубоко они погрузились в сон беспечности». Отец сказал, «Душа моя, лучше бы и ты поспал, чем людям косточки перемывать». Только самонадеянный человек не видит никого, кроме себя, так как держит перед собой завесу сомнения. «Если подарят тебе всевидящее око, то увидишь ты, нет никого слабее тебя». В одном кружке возносили хвалу одному из присутствующих мужей, превознося благородные черты его характера. Выслушав это, поднял он голову и молвил. «О том, каков я, известно лишь мне». «Огорчил меня ты, перечислив мои внешние добродетели, ведь это всего лишь моя внешность, и не ведаешь ты, что внутри. Мой внешний облик кажется людям приятным, а от гнусности нутра моего паник я головой от стыда. Люди хвалят павлина за его красоту, но он сам стыдится своих безобразных ног». Один из подвижников Ливана, известный стране арабов своей святостью и чудесами, вошел в соборную мечеть Дамаска и стал совершать омовение у бассейна. Поскользнулся он, упал в бассейн и выбрался оттуда с большим трудом. Когда совершил намаз, один из его сотоварищей обратился к нему. «У меня есть одно сомнение, если дозволено будет спросить». Затем он сказал «Помню я, как шейх ходил по Магрибскому морю, даже не замочив ног. Почему же сегодня шейх чуть не погиб в этом маленьком бассейне?» Шейх погрузился в раздумье и после долгих размышлений поднял голову и произнес «Не слыхал разве ты, что господин мира, Мухаммад саляллаху алейки ва салям, говорил «Бывает у меня с Аллахом так, что не осмеливаются подойти к нам даже близкие к Аллаху ангелы и посланники его». Но не говорил он «Это бывает постоянно». В такое время, как он изволил сказать, не общался он даже с Джабраилом и Микаилом. В созерцаниях праведниками Бога он то является им, то скрывается от них. «О Боже! Ты даешь себя лицезреть и тут же воздерживаешься от откровения и тем самым ты увеличиваешь свою красоту и разжигаешь пламя нашего стремления к тебе. То вижу я возлюбленного своего непосредственно, то случается мне сбиться с пути. Ты разжигаешь наш огонь, а затем тушишь его водой. Потому ты видишь меня всегда и горящим, и тонущим». Спросил некто того, кто потерял сына. «О мудрый старец со светлой душой! Как же ты почувствовал запах его рубашки из Египта, а не мог разглядеть его в Канаанском колодце?» Сказал он, «Мы, как молния в небе, миг видна, и миг исчезла. То сижу я на высочайшем куполе небес, то не вижу собственных ног. Если бы Дервиш всегда пребывал в одном из этих состояний, то он отрекся бы от обоих миров». «Однажды в соборной мечети Баалбака говорил я слово в виде проповеди людям вялым, безжизненным, не знавшим пути из мира формы в мир содержания. Заметил я, что не распаляется дух мой и не действует мой огонь на их сырые дрова. Бесполезным показалось мне увещевать скотов и держать зеркало в квартале слепых, однако ворота мыслей были отворены, а цепь слов тянулась. Разъясняя стих Корана, «Мы ближе к нему, чем его сонная артерия», довел я речь до того места, где говорю обычно стих. «Друг мой мне ближе, чем я сам себе, но странно, что я от него далек. Как мне быть? Кому мне жаловаться? Что он в объятиях моих, но я в разлуке с ним». Я был еще пьян вином этих слов с недопитой чашей в руке, как случился около нас прохожий. Поразил его последний стих моей речи, и он так вскричал, что и другие за ним зашумели, и даже невежды собрания кипят. Я сказал, «Слава Аллаху, далекие, но ведущие об Аллахе оказались здесь, однако близкие, но лишенные внутреннего зрения, далеко. Если слушатель не постигает речь, то не ищи уговорящего вдохновения. Дай простор, ресталище, желанию, чтобы мог речистый муж ударить по мечу». Однажды ночью в Мекканской пустыне отнялись у меня ноги от бессонницы. Растянулся я на земле и сказал караванщику, «Отстань от меня!» Сколько же могут передвигаться ноги бедного пешехода, когда от изнеможения отнялись ноги даже у верблюда? Пока тело толстяка успеет похудеть, тощий умрет от усталости». Караванщик сказал, «О, братец, впереди святилище, а позади разбойники. Если пойдешь вперед, выиграешь, а если уснешь здесь, умрешь. Приятно поспать в пустыне под акациями, в ночь отъезда каравана, но тогда придется проститься с жизнью». Видел я одного праведника на берегу моря, израненного тигром, и никакие лекарства не помогали ему. Долгое время страдал он от этого, но не переставал благодарить Господа Истинного, говоря, «Слава Господу Всевышнему и Всемогущему, что одолевает меня напасть, а не услушание!» «Если друг драгоценный отправит меня позорно на казнь, не заметишь, что в этот миг я стану горевать о своей жизни, так как обидеть его вот мое единственное горе». Один дервиш впал в нужду и украл из дома своего друга коврик. Правитель велел отрубить ему руку. Владелец ковра заступился за него. «Я прощаю его», правитель молвил, «По твоему заступничеству не переступлю я границы закона». Дервиш сказал, «Ты говоришь справедливо, но укравшему имущество вакфа не рубят руку, поскольку же бедняк не обладает ничем, то все, что есть у дервишей, принадлежит нуждающимся». Правитель отступился от него и сказал в порицание вору, «Разве мир был тебе тесен, что ты не нашел места для воровства, кроме как в доме такого друга?» Тот сказал, «О, повелитель, разве не слыхал ты, что говорят, лучше очисти дом своих друзей, но не стучись в двери врагов? Если окажешься в тяжелой нужде, не падай духом, сдирай с врага кожу, а с друга кожан». Спросил падишах праведника, «Думаешь ли когда-нибудь обо мне?» Праведник сказал, «Да, когда забываю о Боге. Мечется повсюду тот, кого он от себя прогнал, но не гонит он к чужим дворам того, кого призывает». Один из благочестивых мужей видел во сне падишаха в раю, а праведника в аду. Спросил он, в чем причины возвышения одного и унижения другого, ведь люди были о них другого мнения. Раздался голос, «Этот падишах в раю за привязанность к дервишам, а тот дервиш в аду за близость к падишахам». «К чему тебе рубище, четки и власеницы? Лучше остерегайся недостойных поступков». «Нет нужды носить шапку из козьей шкуры. Будь лучше дервишем по своему нраву и носи татарскую шапку». Странник, босой и простоволосый, вышел с хиджасским караваном из Куфы и присоединился к нам. Средств не было у него никаких, но он выступал величаво и пел. «Не еду я на муле, но и не обременен я грузом, как верблюд. Я не повелитель народа, но и не раб у царя. Нет у меня ни тревоги за сохранение того, чем владею, ни заботы о добывании того, в чем нуждаюсь. Свободно дышу я и так провожу жизнь». Один из тех, кто ехал на верблюдах, сказал ему, «О, дервиш, куда же ты идешь? Лучше вернись, а то умрешь от лишений». Но он не обратил внимания, шел, продвигаясь в пустыню. Когда мы достигли стоянки Нахла и Махмуд, для богача, ехавшего на верблюде, настал смертный час. Тот дервиш подошел к его изголовью и сказал, «Мы не умерли от лишений, а ты умер даже на верблюде». Некто всю ночь проплакал у изголовья больного, но когда настало утро, он умер, а больной выздоровел. Как часто бывает, что быстроногие кони остаются на дороге, а хромой осел достигает цели. Часто мы придаем праху здоровых, а раненые выживают. Падишах пригласил к себе отшельника. Отшельник, поразмыслив, решил, «Дай-ка прямое средство, чтобы стать тощим. Быть может, уважение, которое он питает ко мне, от этого увеличится?» Говорят, что принял он смертельное средство и умер. Тот, чей мозг казался мне цельным, словно фисташка, оказался слоистым, словно луковицы. Разве праведники совершают намаз лицом к людям, а спиной к кибле? Если раб взывает к своему Господу, он не должен признавать никого, кроме Господа. «Сколько не приказывал мне достословный шейх мой Абуль-Фараж и Бунджузи, да помилует его Аллах, бросить слушание, сколько не указывал он мне на пользу уединения и самоуглубления, молодость моя побеждала. Желания и страсти увлекли меня, и я невольно отступал, иногда от указаний наставника и наслаждался пением и обществом друзей. И вот как-то ночью попал я в одну компанию и увидел там певца. Будто жилы души, рвет его расстроенный смычок. Хуже вести о смерти отца был его голос. Слушатели то затыкали уши, то прикладывали пальцы к губам. Умолкни, мол, волнует нас в голосе певцов прелесть его, но ты такой певец, что мы наслаждаемся, когда ты молчишь. Никто не видит в твоем пении прелести, разве что, когда ты замолкнешь, уходя. Когда начал петь этот арфист, сказал я хозяину дома, ради Господи, налей мне в уши ртуть, чтобы я не слышал его, или же открой дверь, чтобы выйти мне вон. Все же смирился я ради друзей и в бесконечных муках провел ночь до утра. Муэдзин начал свой призыв не вовремя, не ведает он, какая часть ночи прошла. О продолжительности ночи спроси у моих ресниц, ибо не смыкал сон моих глаз не на миг. Утром как делают, призывая благословение, а из-за пояса вынул динар. И, положив все это перед певцом, заключил его в объятие и долго благодарил его. Друзья сочли мое внимание к нему чрезмерным и приписали это моему легкомыслию. Один из них, распустив язык возражения, стал порицать меня. Поступок, который ты совершил, несовместим с мнением разумных. Отдать хырку шейха в такому певцу, который за всю жизнь не держал Дерхема в руках, бубни которого никогда не было ни единой курозы. Да будет подальше от этого почтенного дома такой певец, которого никто дважды не видел в одном и том же доме. Поистине, когда поднял он свой крик, поднялись волосы на теле людей. От страха улетели домашние птицы, нам выдрал мозги, а себе разодрал горло. «Сказал я, советую укоротить язык возражения, ибо открылось мне в этом человеке чудесное». Сказал он, «Не объяснишь ли ты мне суть этого дела, чтобы я тоже искал близости к нему, а за свои насмешки над ним попросил бы прощения». Я сказал, «Да, дело в том, что мой достославный шейх много раз приказывал мне бросить слушание и красноречиво увещевал меня, но я не повиновался ему, и вот сегодня ночью счастливая судьба и удачный случай привели меня в это место, чтобы раскаялся я при помощи этого певца и весь остаток жизни близко не подходил к сборищам с пением и музыкой приятный голос из сладких уст и губ прельщает сердце поет ли он или не поет но ни напевы ушак ни харасан ни хиджаз ни хороши в горле скверного певца однажды в земле греческой разбойники напали на караван и захватили несметные богатства купцы стена ей плача призывали в заступники господа и пророка но безрезультатно когда жестокосердный разбойник одержит победу разве обратит он внимание на плач караванщиков в том караване находился мудрец лукман один из караванщиков обратился к нему быть может скажешь ты им что-нибудь в поучении и обратишься к ним с увещеванием чтобы они оставили часть нашего имущества ведь жалко чтобы погибло столько добра он сказал жалко говорить им мудрые слова если железо изъедено ржавчиной то невозможно очистить его полировкой какой смысл увещевать злонравного не пробить камня железным гвоздем тем более что виноваты мы сами в дни благополучия ласкай обиженных судьбой ибо ублажение несчастных отвращает беду если нищий с мольбой просит у тебя что-нибудь отдай а если не отдашь силой отнимет это у тебя тиран спросили у лукмана у кого-то научился правилам приличия молвил он у невоспитанных я воздерживался от всего что замечал неприличного в их поступках из любого словечка даже сказанного для забавы мудрый человек извлечет пользу но если сто глав из книги мудрости прочтут перед невеждой все покажется ему забавой продолжение следует не забудьте подписаться на канал а также чтобы быть в курсе новых публикаций нажмите на колокольчик мир милость и благословение Аллаха всем нам он 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 Субтитры создавал DimaTorzok